Насыщение крови кислородом тоже в норме. Пульс 63. В начале декабря у Сергея случился острый инфаркт миокарда. И мужчину в экстренном порядке определили в Краевую клиническую больницу. Благодаря аппарату-ангиографу ему восстановили кровоток в сосуде. Операцию перенес хорошо, прям отлично. Мы быстренько все сделали. Ставили стенды, чтобы расширить сосуды, чтобы сердечко дышало лучше. Не хватало кислорода. Но сейчас улучшения есть какие-то? Конечно, очень хорошие. В среднем через такой ангиограф день проходит около 3-4 пациентов. Он позволяет устанавливать специальные стенды, устройства для расширения артерии и нормального кровотока при инфаркте миокарда. Также проводить манипуляции при инсульте. А во время диагностики выявлять закупорки сосудов. Изображение самых мелких аппарат передает с исключительной четкостью. Любые диагностические лечебные процедуры на любом сосудистом бассейне. Основная наша активность связана с кардиологией, прежде всего сосудистой хирургией, нейрохирургией. Это больные с инсультами, геморрагическими инсультами, ишемическими. Острый коронарный синдром, инфаркты миокарда, хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, мы оказываем помощь больным урогинекологического профиля. Это прежде всего больные с миомами матки. В кардиологическое отделение пациентов с подобными проблемами поступает немало, добавляют врачи. На рост болезни сердечно-сосудистой системы существенно повлияла пандемия, подчеркивают Минздраве. В нашем крае такие патологии почти у 900 тысяч человек. Так только у 3,5 тысяч ежегодно регистрируют инфаркт миокарда. Такое оборудование просто жизненно необходимо. И оказанная в первые часы, в первые сутки, вот такая высокотехнологичная медицинская помощь спасает жизни пациентам, помогает сохранить миокард жизнеспособный. У нас, например, если интересует область сердца, то мы, значит, делаем, подводим трубку вниз, и вот у нас есть различные проекции. Всего в больнице 3 ангиографа. На экстренный случай один из них всегда должен быть свободен, говорят врачи. Сегодня наплыв пациентов такой, что приходится проводить до 4,5 тысяч исследований и операций в год. И по прогнозам число патологий сердечно-сосудистой системы будет только увеличиваться. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.